Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Марины Рябцева. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления дорог Волга Федерального дорожного агентства Филиппов Дмитрий Валентинович. Дмитрий Валентинович, здравствуйте! Предлагаю начать нашу беседу с подведения итогов по прошлому году. Поскольку ваше управление заведует дорогами, то вот можно посчитать в километрах сколько работ было проведено? Сначала короткая справка. В оперативном управлении ФКУ Продур-Волга находится 1234 километра дорог. Из них по Чувашии проходит 349. Эти дороги проходят по шести субъектам Российской Федерации. Это Чувашская республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Нижегородская область и Ульяновская область. Всего в 2014 году проведены работы по ремонту и реконструкции дорог в этих шести регионах на протяжении 185 километров, на что было потрачено больше чем 8,3 миллиарда рублей. А какие в основном работы проводятся? Работы проводятся по замене полотна, в том числе проводятся и работы по реконструкции дорог. Это имеется в виду с разборкой землеполотна и устройством, соответственно, покрытия. Все виды работ по обустройству, по содержанию, по снегоочистке, что сейчас особенно актуально. За всем этим следите. Как раз вы, да, ваше управление. Да. Для этого наше управление и существует. Для того, чтобы обеспечивать безопасное и постоянное движение автомобильных транспортов, и чтобы пользователи были довольны теми дорогами, по которым они ездят. А вот непосредственно в Чувашии на скольких километрах вообще прошли работы? В Чувашии были проведены работы на 51 километре, на что было потрачено где-то 1,1 миллиарда рублей. В том числе проведена реконструкция дорог и введена в эксплуатацию 5,6 километра, стоимостью 2,7 миллиарда рублей. Вот на трассе М7 очень много работ проводится. Что проводилось, например, в прошлом году? Ну, самое значимое событие у нас прошлого года – это был ввод в эксплуатацию объекта на М7 «Волга-613-623». Это что такое? Это закончили реконструкцию с транспортной развязкой в двух уровнях. Это где мы с Кокосой, да, в Моргожском районе? Да. Пользователи, я думаю, что с удовольствием теперь проезжают, по крайней мере, этот участок. Водители довольны. Да, в том числе. Также продолжается у нас реконструкция предыдущего участка, это 588-601. Это где? Там ведутся, а это чуть дальше, ближе к Суре. Там ведутся работы тоже по реконструкции, планируется их окончание в 2016 году. Также проводились работы по ремонту моста Большой Цивиль. По поводу моста через Суру в Ядренском районе. Там вот была проблема подъезда со стороны Чебоксар. Как-то проблема решилась? Что-то там новое придумали? Вообще, как дела обстоят с этим мостом, со старым? Ну, на сегодняшний день введен в эксплуатацию мост с подходами со стороны Нижнего Новгорода. И там идет нормальный проезд транспорта, что существенно, на мой взгляд, сократило пробки. И вот последние как бы снегопады показали о том, что там транспортная ситуация существенно улучшилась. Пока работает старый и параллельно работает уже новый. То есть в сторону Нижнего Новгорода мы едем по новому мосту, в сторону Чебоксары. Из Москвы мы возвращаемся, да, по старому пока. Понятно. А вот что делается на федеральных трассах для обеспечения безопасности дорожного движения? Безопасность дорожного движения – это вообще основной показатель нашей работы. И здесь, что касается нашей функции, она как раз стоит в том, что мы должны обеспечивать непрерывный проезд и снижение аварийности. В этом направлении вся наша деятельность и производится. Для этого мы выполняем работы по повышению категории дорог, а именно увеличение количества полос, разделение потоков, строительство транспортных развязок, строительство пешеходных переходов, надземных, подземных, разметка. То есть масса мероприятий, которые проводятся. В частности, я хотел отметить, что в этом году, наверное, жители Чувашии заметили, что появился новый элемент дороги – это тросовое ограждение. Очень простое сооружение, может быть, не очень красивое, но за счет того, что разделяет потоки, оно эффективно работает для обеспечения именно невозможности выезда машин на встречную полосу. В качестве разделительной полосы такое, да? В качестве разделительной полосы, что уже неоднократно и спасло, наверное, много жизней. Это достаточно существенный момент, я считаю, нашей работы. Вот жители Чувашии в некоторых местах говорят, что на федеральной трассе плохое освещение на пешеходных переходах. И водители замечают, и пешеходы. С этим как ведется работа? Что скажете? В Чувашии, во-первых, хотел бы отметить, что из 329 километров дорог освещено уже на сегодняшний день 115. Работа эта не прекращается и ведется постоянно, и мы ее не останавливаем. Но те вопросы, которые возникают, они связаны с тем, что сейчас в том числе используются достаточно, на мой взгляд, эффективные решения. Это автономные системы освещения на наземных пешеходных переходах, которые работают на солнечной энергии. То есть они днем, когда солнце светит, заряжаются, соответственно, ночью освещают пешеходный переход. И в связи с тем, что количество дней солнечных, оно сокращается, несмотря на то, что на гербе Чувашии у нас есть три солнца, этого не всегда хватает и бывает достаточно. Поэтому мы проводим мероприятия по замене аккумуляторов, которые там стоят, их подзарядки, дальше, соответственно, установки. То есть ведем эту работу. Не такая уж солнечная Чувашия, на одном солнце не можем осветить. Погода меняется, климат меняется, он, соответственно, наносит свои коррективы. Понятно. И вот что скажете, какие планы на будущий год? В 2015 году мы планируем по-прежнему продолжить те объекты, которые уже были начаты. Это я уже не буду повторяться по М7. Также есть решение не снижать темпов, соответственно, ремонта, потому что есть стратегическая задача к 2018 году обеспечить 85% нормативного уровня состояния автомобильных дорог. Для того, чтобы 15 оставшихся, они просто были в периодическом у нас ремонте. И к 2020 году те задачи, которые были поставлены, были исполнены. Кроме этого, увеличиваем мы уровень содержания по автомобильным дорогам. Соответственно, движемся вперед. А с каждым годом все больше денег на это тратится? Или в одном уровне примерно стоит, как вообще распределяется такой бюджет? Ну, деньги, они, естественно, чуть-чуть увеличиваются. Но в общем и целом, еще раз говорю, что все зависит от того, какие у нас стоят приоритетные задачи. А в любом случае мы к 2018 году, еще раз повторюсь, должны прийти к 85% нормативного содержания. В этом направлении мы работаем. И те мероприятия, которые мы планируем, мы планируем, исходя из этого. А вот как оцениваете вообще сами свою работу и ваше руководство? Насколько справляетесь, считаете, содержанием этих федеральных дорог, которые в вашем ведомстве? Ну, себя оценивать – это неблагодарное занятие. Я считаю, что нас должны оценивать участники автомобильного движения. Но я уже сказал, что основным показателем нашей работы является обеспечение бесперебойного и безопасного движения. На сегодняшний день, наверное, нужно говорить о том, что перерывы в движении по нашим дорогам не зафиксированы. А это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. Хотел бы всем пожелать доброго здоровья и удачи на дорогах. Будьте внимательны, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. От этого зависит ваша безопасность и безопасность тех людей, которые движутся по дорогам. Спасибо большое, Дмитрий Валентинович, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «По существу». В студии была Марина Рябцева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин